Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Иисуса Новина, читая перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Вот идет война, народная священная война, полностью эти слова можно отнести к книге Иисуса Новина. Война очень жестокая, в которой побежденных ждет поголовное уничтожение. Не будут примеры другого, но мы их еще увидим. И что же делает другая сторона? Что делают хананейские цари? Вот об этом девятая глава. О происшедших событиях узнали цари, чьи влаждения лежали к западу от Иордана, в горах, предгорьях и вдоль побережья Великого моря, вплоть до Ливанских гор. Цари Хетов, Амареев, Хананеев, Перезеев, Хивеев и Ивусеев. И тогда они объединились, чтобы воевать вместе против Иисуса Израиля. Ну, наконец, они поняли, какая это серьезная опасность, потому что всех уничтожат. А есть ли другой вариант? Есть. А жители Гаваона, это такой городок, такая небольшая область, узнав, что делало Иисус с Иерихоном и Айом, решили пойти на хитрость. Они отправились с путь, взяв с собой еды в дорогу, навьючили на ослов потрепанные мешки и потрепанные, порванные, зашитые мехи с вином. Они надели потрепанные, чиненные, перечиненные сандалии и стрепанную одежду. Хлеб, который они взяли с собой, был сухой и крошился. Так они пришли к Иисусу и встанг Гилгал. Почему такая странная манера передвигаться, мы узнаем. Ну, во-первых, это такое показное унижение, а во-вторых, это хитрость, военная операция. Мы пришли из далекой страны и сказали они Иисусу и израильтянам. «Заключите с нами договор о мире». Как мы можем заключить с вами договор, ответили этим хивеем израильтяне. А вдруг вы живете на нашей земле? То есть смысл, вся эта земля отдана израильтянам. Они могут свободно заключать договор с любыми другими народами, но эта земля их. Они не могут гарантировать жителям этой земли, что они их не тронут. Иисусу хивею сказали, мы рабы твои. Кто вы и откуда? Спросил он их. И они отвечали, мы рабы твои пришли из очень далекой страны. Ну, рабы твои, это, конечно, такая формула вежливости по отношению к высшему. Мы пришли из-за славы Господа твоего Бога. Мы знаем о нем, мы знаем, что он совершил в Египте, и что он сделал с двумя амарейскими царями Зайу в Рдане, с Сихоном, царем Хешбона, и с Огом, царем Башана, правившим во Штароте. Два царства, которые были завоеваны израильтянами на подходе к Ханаану. И поэтому наши старейшины и все жители нашей страны дали нам такое поручение. Возьмите еды в дорогу и ступайте к этому народу. Скажите им, что мы их рабы. Пусть заключат с нами договор о мире. Вот ваш хлеб. У нас дома, когда мы, направляясь к вам, собирали еду в дорогу, он был еще теплый. А теперь засох раскрошился. Вот мехи с вином. Когда мы их наполняли, они были новыми, а теперь совсем озорвались. Наши одежды и сандалии износились от долгой дороги. Они делают вид, что они туда добирались, я не знаю, там, три месяца. Хотя у них там несколько дней пути максимум. Израильтяне осмотрели их дорожные припасы, а Господа вопрошать не стали. Тоже маленькая деталь. На всякую военную хитрость найдется другая хитрость. Есть Господь тот, кто дает ответ. Как они его вопрошали? Вероятно, через Урим и Тумим. Непонятного вида предметы, которые были у священника, первосвященника, и которые давали ответ по принципу жребия. Иисус заключил с Хивеями, но Хивея – это народ, который живет в этом Гаваоне, договор о мире, пообещал сохранить им жизнь. И вожди общины Израиля дали им клятву. Есть способ, оказывается, договориться. Смотрите. Блудница Раав, которая была в Иерихоне, договорилась. А пришли Хивеи из Гаваона, договорились. То есть, да, повеление от Господа – истреби народ, живущий в этой земле. Но одно дело, как был воспринят, да, я еще раз уточню, что с моей точки зрения, то, как израильтяне восприняли это повеление Господа, вряд ли это стенограмма моего слов, надо всех убить. А другое дело, как они действуют. Надо убить всех, но есть способ избежать этой смерти, принять веру в единого Бога, да даже не принимают. Жители Гаваона не приняли веры, они приняли израильтян, как, ну, своих, так скажем, старших союзников, поступили к ним в такие вассальные отношения. И это им удалось. Выход был. А через три дня после заключения договора, израильтяне узнали, что это их соседи, живущие здесь, на их земле. Израильтяне отправились в поход и подступили на третий день, три дня всего надо было, к Хивейским городам, Гаваону, Кефиребе, Роту и Кириат и Ариму. Но они не стали нападать на эти города, ведь вожди общины поклялись Господом, Богом Израиля. Смотрите, они соблюдают договор, даже если он заключен обманно. И Господь не возражает на это. Весь народ негодовал на то, что сделали вожди общину. Но те сказали народу, мы поклялись Господом, Богом Израиля, и теперь не можем тронуть их. Оставим их жить, чтобы гнев не обрусился на нас за нарушение клятвы. Вожди общины постановили, пусть живут. И с тех пор Хивей работают на общину, доставляют дрова и воду. Так решили начальники общины. Ну, то есть, их нагрузили трудовой повинностью, не очень, впрочем, обременительные, доставлять дрова и воду. Это не Колыма. Ну, вот, смотрите, все просто. Не обязательно всех уничтожать. Израильтяне соблюдают те договоренности, которые от именем Господа были ими заключены. Иисус позвал Хивеев и сказал им, зачем вы обманули нас, зачем говорили, что живете далеко от нас, если на самом деле вы живете рядом с нами. Прокляты вы за это, вы навеки будете в рабстве, будете доставлять дрова и воду для дома Бога моего. Ну, не такое уж тяжелое проклятие, да, по сравнению с заклятием, которое требует уничтожить все и всех. Они отвечали, нам, рабам твоим, известно, какое повеление Господь, ваш Бог, дал своему рабу Моисею, что вся эта земля должна быть отдана вам, а все их жители уничтожены. Мы боялись за свою жизнь, вот почему мы так поступили. Теперь мы в твоей власти, делай с нами, как считаешь нужным. Ну, капитуляция, да, капитуляция, которая сохраняет жизнь. Иисус не дал израильтянам убить хивеев, но велел, чтобы хивеи, начиная с того самого дня, доставляли дрова и воду для общины Израиля и для жертвника Господнего на то место, которое сберет Господь. Эти работы они выполняют и поныне. Оказывается, есть и мирный путь. Так что не такой уж это геноцид, как мы это называем сегодня, потому что геноцид 20 века, этнические чистки 20 века, к сожалению, переползает 21, не знают исключений, убивают всех. А здесь договариваются и дают возможность жить дальше. Необычно. А тем не менее, война продолжается, об этом будет 10 глава. Продолжение следует...